Приветствую вас и, если честно, думал, как бы лучше вам ответить на вопрос. Начать ли с определенного вступления или, может быть, не надо. Сразу приходить к делу или, может быть, немножечко привести вас к определенным моментам. И, в итоге, я подумал, что будет лучше, если я вам сразу отвечу на вопросы, а потом уже скажу все, что хотел сказать. Ну, просто потому, что это очень важно, как по мне. Итак, агрессия. Плохое ли это или хорошее качество? Агрессия – это качество неплохое и нехорошее. Это, как вам сказали, вообще не качество. Агрессия – это определенное поведение человека, определенное его эмоциональное состояние. Если мы говорим именно про агрессию, про агрессивность. И агрессивность – это всегда следствие какой-то защиты. В истории и в международном праве, в сообществе принято считать, что, если какая-то страна или какая-то организация, например, завоевывает новую территорию, например, захватывает новые сферы и так далее, то это означает, что она ведет себя агрессивно. То есть, агрессия здесь приравнивается к экспансии. Но экспансия и завоевание являются агрессией именно для того, кого в первую очередь завоевывают. И нельзя сказать, что именно экспансия и именно агрессия – это прямо-таки уж. Вот одно и то. На самом деле, это совсем не одно и то же. И я бы даже сказал, что у этого есть разные вещи. Различия проявляются в том, как человек или как определенный субъект к этому относятся. Давайте разбираться. Экспансия направлена на расширение своих границ. И это, в общем-то, не так плохо. А то и совсем неплохо. А то и вообще хорошо, и правильно, и нужно. То есть, в экспансии проявляется естественное желание, например, людей расширять сферы своего влияния. Но это, в общем-то, вполне себе нормальная такая линия поведения по отношению, скажем, к чему-то другому, к чему-то внешнему и так далее. То есть, в этом нет ничего агрессивного. Здесь никто не защищается. Здесь, скорее, речь идет именно о покорении каких-то новых моментов, о захвате каких-то новых территорий и, в общем-то, все. А вот агрессия, агрессия, это всегда вследствие определенного внутреннего конфликта в человеке. В самом человеке. Именно внутренний конфликт человека обуславливает раздражение, раздражительность, может быть, лучше сказать. И эта самая раздражительность заставляет человека чувствовать агрессию, проявлять ее, то есть, грубо говоря, болезненно реагировать на какие-то вещи, связанные именно с этим самым человеком. То есть, если у нас определенное противоречие, нам плохо, мы находимся, например, допустим, во власти этого противоречия, то мы болезненно реагируем на какие-то другие вещи. Мы болезненно на них реагируем, потому что у нас противоречия, и мы разрываемся на, грубо говоря, части. И именно так раздается агрессия. Агрессия также, это, как вы, наверное, понимаете, определенный способ подавления. Ну, подавление либо себя, либо других. В данном случае это не важно. То есть, агрессия – это средство защиты человека, если он как-то в себе не уверен. Агрессия – это попытка защититься от того, в чем человек сомневается. Агрессия – это попытка доказать себе и, например, скажем другому, что он прав, несмотря на наличие определенных сомнений. Потому что агрессия – это излишняя эмоциональность и подавление. А излишняя эмоциональность и подавление, я полагаю, вы понимаете, нужны для того, чтобы убедить себя в том, что ты прав. И поэтому агрессия не является плохим качеством или хорошим качеством. Агрессия является просто качеством, просто проявлением определенного эмоционального состояния. Нужна ли агрессия для, как вы говорите, завоевания новых территорий при борьбе? Агрессия – это излишняя эмоциональность. Потому что агрессия, если мы говорим именно о эмоциональности действующего субъекта, агрессивность пролетает излишнюю увлеченность, а это ведет в свою очередь к определенным ошибкам в его поведении и тем самым не достижение результата. Агрессивность, как эмоциональное состояние, ведет также и к выгоранию человека и к его более быстрому, более стремительному, я бы сказал, энергетическому истощению. Тогда как экспансия, являясь агрессией для других, представляется таким, знаете, выверенным, четким планом поведения, нацеленным на строго определенные задачи. Поэтому экспансия и завоевание именно к агрессии, как к эмоциональному состоянию никакого отношения не имеет. Надеюсь, этот момент я смог вам донести правильно. Далее, значит, может ли она захватить мозг, добрать энергию, опустошить или, напротив, она придает сил борьбе? Ну, как вы, наверное, уже сами поняли, исходя из того, что я вам сказал, агрессия является следствием определенного конфликта человека, определенного внутреннего конфликта человека. Скорее, именно это и делает. И опустошает, как вы говорите, мозг, подчиняет его, забирает энергию и прочее. Именно потому, что на поддержание противоречия, на уживание с ним требуются постоянные энергетические и психические средства. И это, на самом деле, довольно трудоемко. А вот в борьбе агрессия помогает только в очень кратковременный срок. Ну, например, если драться, то если человек дерется, например, агрессивно, то он может, допустим, и победить. Но победить он может только за счет напора, и понятно, что такой напор долго поддерживать будет нельзя. И поэтому агрессивного человека, если человек дерется агрессивно, например, его достаточно выдержит только первые минуты боя, а потом он будет уже откровенно уставшим, и мой мой будет этим воспользоваться и его победить. То есть разум и расчет всегда в борьбе ценится больше, нежели чем агрессия, которая всегда является, по сути, неконтролируемым, однажды неумелым, использованием своих ресурсов. Далее. Много полярных мнений на этот счет. Ну, я не знаю насчет множества полярных мнений. В Сазуке агрессия занимается в совершенно определенном значении. Далее. Почему, когда подавляешь эмоции, переживания, начинаешь чувствовать себя неуверенно? Ответ на этот вопрос довольно прост. Дело в том, что мы подавляем то, что является проявлением нашей сущности, нашей индивидуальности, и подавляя это, мы подвергаем это сомнению. И, начиная сомниматься, чувствуем себя более неуверенно, чем раньше. Ну, например, если, допустим, я люблю, например, скажем, зеленый цвет, но подавляю этот вкус в себе, и не позволяю себе его проявлять, то рано или поздно я начинаю думать, а почему я не позволяю себе это делать? То есть, что, что-то ведь заставляет меня подавлять, и вот то, что заставляет подавлять, получается более правильно, чем то, чего я хочу. И волей-неволей возникает сомнение, противоречие, что и порождает, агрессию, между прочим. Далее. Почему нереализованность дает неуверенность? Ну, я полагаю, что вы этот вопрос задаете скорее как риторический, потому что совершенно очевидно, что если человек чего-то хочет, и он этого не добивается, то он начинает сомневаться в своих силах. Отсюда неуверенность. Неуверенность, вы пишете, проявляется при подавлении эмоций всегда. А, иногда, но не всегда. У всех что-то нереализовано, но не все всегда не уверены. Довольно интересно, что вы говорите обо всех, а не о себе. О себе говорить здесь куда более правильнее и полезнее. Дело в том, что вы правы. У всех что-то нереализовано. Вопрос в том, насколько это важно для человека. Насколько большое значение человек придает тому, что у него нереализовано. И если нереализовано то, чему человек придает большое значение, то отсюда появляется неуверенность. Это для него важно, у него это не получилось. Это серьезно меняет его представление о себе. А если это не важно, то почему тогда должна появляться неуверенность в себе. Теперь, когда я ответил на ваши вопросы и, надеюсь, вывел вас из запутанного состояния, мне бы хотелось немножечко от себя добавить. Ваш вопрос, он скорее плацовский. Ваш вопрос, это попытка найти ответ на один из множества вопросов, на которых ответов пока никто не дает. Да и мне кажется, никто и не даст. Потому что, например, та же агрессия, она разными людьми трактуется по-разному. Например, в экономике это одно, в политике это другое, и так далее. И это нормально. Если вы хотите знать про агрессию вообще все, или максимально полное иметь о ней представление, то задавать вопрос про агрессию нужно не только психологам, но и экономистам, социологам, политологам, и так далее. И даже философам. И вот тогда вы получите полное представление о агрессии. И посчитаете ли вы после всего этого ее плохое или хорошее, зависит именно от вас, от ваших целей, и от того, в какой социальной среде вы живете. Потому что, объективно, есть такие формы социальной среды, где агрессия является единственным способом выживания. Но нужно понимать, как эти процессы происходят. Далее, далее. Вы не даете слишком общий вопрос, научный, как бы, увлекая экспертов в некий такой отвлеченный дискуссионный вектор. Но это не есть хорошо. Мы работаем с людьми. Мы работаем с проблемами. И мы хотим знать, какие проблемы лично у вас, чтобы именно с вашей проблемой работать. А не с этими абстрактными понятиями, которые, как я у меня сказал, в разной науке понимаются по-разному. Ну, помимо, вот, кроме радости, только неуверенности и нереализованности. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!